В конце 19-го столетия Перед русскими реформаторами стояла сверхсложная цель Нужно было в короткий срок создать индустриальную базу, которая бы позволила России догнать группу передовых стран Для русского купечества настали благоприятные времена Но оно еще не было силой, способной продвинуть Россию к новым рубежам На развитие базовых отраслей требовались огромные деньги Их можно было привлечь только из-за границы в виде займов и инвестиций Иного пути модернизации экономики просто не было Индустриальный подъем до революционной России связан с именем Сергея Юрьевича Витя Его экономическая философия, энергия и противоречивый характер Наложили отпечаток на промышленное развитие империи в эпоху великих реформ Витте находился под обаянием немецкого экономиста Фридриха Листа Чья теория предлагала учитывать национальные особенности экономических систем Как патриоту, влюбленному в русскую самобытность, Витте эта идея была очень близка Он любил повторять Творцы классической политэкономии создали науку Которую было бы правильнее назвать не политической, а космополитической экономией Возглавив Министерство финансов, которое в то время играло ключевую роль Витте проводил политику протекционизма национальной промышленности Эта политика нашла полную поддержку у императора Александра Третьего Витте ввел заградительный таможенный тариф Который стимулировал иностранные инвестиции Чтобы работать на русском рынке Зарубежные компании должны были вкладывать деньги в Россию Разработка так называемого толкового тарифа Была поручена Дмитрию Менделееву Этот труд своей жизни знаменитый ученый ценил особо Он говорил Какой я химик Я политикоэконом Что там основы химии Вот толковый тариф Это другое дело Раньше иностранцам было трудно работать в России Чтобы открыть свое дело Им следовало получить согласие государя-императора Исключение делалось только для знаменитостей и искусных мастеров Витте отменил эту практику Он развязал руки зарубежным предпринимателям При Витте были приняты законы Которые защищали иностранные капиталовложения Российское правительство покровительствовало иностранным предпринимателям И иногда даже в ущерб отечественным предпринимателям Жалобы последних достаточно многочисленны Остались лишь очень небольшие ограничения Иностранцев не допускали горному промыслу в пограничных районах Были ограничены права китайских и корейских иммигрантов Которые хлынули в пределы империи В некоторых регионах иностранцам запрещалось скупать недвижимость Такая политика привела к тому, что в Россию хлынул мощный поток капиталов Это была прекрасная возможность для капиталовложений Россия очень богатая страна У нее бакинская нефть, у нее стали литейные заводы У нее огромное население, состоящее из потенциальных потребителей Если мы вложим в Россию деньги, наши инвестиции окупятся И мы разбогатеем Вот как мыслили инвесторы в США Однако была еще одна веская причина вкладывать деньги в Россию Ее экономика еще не стала участником европейского экономического процесса Кризисы на Западе на ней практически не отражались Это было связано с неустойчивостью экономического развития в Европе Русское народное хозяйство до начала 20 века Отличалось большей гораздо стабильностью, большей надежностью Другим рычагом модернизации стали займы Их брали раньше Но при Витте государственный долг России увеличился многократно Первые крупные займы были сделаны в 70-х и 80-х годах 19-го столетия Они имели целевой характер Строительство железных дорог Это было сверхважно Магистрали не только соединяли разные части страны Они не только оживляли торговлю и связывали Россию с мировым рынком Они обеспечивали подъем базовых отраслей Благодаря правительственным заказам возникли рельсовое производство и транспортное машиностроение За короткий срок русские рельсы почти полностью вытеснили импортные А две трети от всех паровозов и вагонов стали производиться нашими заводами Строительство магистрали вдохнуло новую жизнь в горную металлургию, электротехническую и химическую отрасли Оно дало мощный толчок развитию отечественной науки Займы на строительство железных дорог брали многие страны Ровно по тому же пути шли и Соединенные Штаты Мы тоже строили железные дороги и занимали огромные суммы В особенности у Англии Российская промышленность финансировалась за счет займов у Франции, Бельгии, Германии, даже Соединенных Штатов Это естественно Надо же как-то финансировать промышленность Витте сознательно уменьшал номинал русских акций Чтобы за рубежом их могли купить небогатые люди В то время ходила шутка, что русские железные дороги строятся на деньги немецких домохозяек Политика Витте вызвала шквальный огонь критики Ему ставили в вину нарушение социальных устоев и ломку традиций Его обвиняли в том, что называя себя патриотом, он продает страну иностранцам Во многом критика была справедлива Поскольку перекос в сторону иностранных предпринимателей оказался избыточен Витте понимал, что такое российское народное хозяйство И он понимал, что иностранные капиталы должны сыграть вспомогательную роль Хотя на самом деле, видимо, их роль была несколько более значительной, чем он рассчитывал Иностранные капиталы принесли в Россию новейшую технику Что нельзя сказать о сегодняшнем дне Были мощным стимулом для развития экономики Это не просто денежные вливания, это еще новая техника, новые шахты, новые заводы Однако в итоге Витте оказался провинцем Займы и инвестиции разогрели русский экономический мотор Дальше машина поехала на своем топливе В начале 20 века Россия резко наращивает масштабы своих внутренних накоплений Отныне они и обеспечивают ее стабильный экономический рост В эпоху реформ стремительно развивается пищевая, текстильная, горнозаводская и металлообрабатывающая отрасли Огромный рывок вперед делает машиностроение Неожиданно для всех Россия далеко обгоняет другие страны по производству дизель-моторов 14 февраля 1898 года в Берлине произошло событие, которое окрестили сделкой века Российский нефтяной магнат Эммануил Нобель заключил контракт с немецким изобретателем Рудольфом Дизелем Теперь дизель-моторы могли производиться в России Рудольф Дизель создал свой двигатель в 1897 году Заказчиком выступил знаменитый промышленник Фридрих Крупп Ему нужен был двигатель, работающий на угольной пыли Дизель не оправдал этих надежд Он создал двигатель, который работал на керосине В принципе, такой двигатель не нужен был и Нобелю Он покупал идею Нобель был уверен, что отталкиваясь от нее Русские инженеры создадут мощный и экономичный мотор, работающий на сырой нефти Нобель вполне обдуманно полагался на русскую техническую мысль Он знал, что еще в 80-х годах русские изобретатели предложили целый ряд оригинальных технических решений Конструктор Луцкой создал газовый двигатель Инженер речного флота Кострович сконструировал легкий бензиновый двигатель Керосиновый двигатель создали совместные инженеры Яковлев и Казаков В этом же направлении работал знаменитый теплотехник Георгий Деп По его совету нефтяной магнат и заключил сделку Сам Рудольф Дизель не верил в возможности российской науки и промышленности Как многие на Западе, он считал, что русские плетутся в хвосте технической революции Однако ему пришлось поверить Приехав в Россию в 1910 году, Дизель поразился успехом российских конструкторов Наши инженеры смогли сделать то, чего не смог сделать он Они перевели дизель на сырую нефть Россия стала первой в мире страной, наладившей серийное производство дизельных двигателей Причем нескольких типов Стационарный, быстроходный, судовой, реверсивный Россия опередила всех Не случайно еще долгое время на всех континентах Дизель мотор будут называть русским двигателем В начале века дизель моторы производили сразу несколько крупнейших предприятий Начало положил завод Людвиг Нобель в Санкт-Петербурге Вслед за ним дизели стали выпускать заводы в Коломне, Риге, Николаеве, Нижнем Новгороде и Харькове Россия стала родиной теплоходостроения В 1903 году Сормовский завод спустил на воду первый в мире дизель-электроход «Вандал» Это нефтеналивное судно построили по заказу компании «Бранобель» Речные теплоходы стали строиться в России с невероятным размахом Все теплоходы, бегавшие по русским рекам, были изготовлены на отечественных заводах В начале 20 века Россия вырывается вперед по внедрению в серийные производства Научно-технических идей По целому ряду отраслей она признанный лидер Раньше русские инженеры лишь адаптировали зарубежную технику к местным условиям А их собственные замыслы оставались невостребованными или воплощались за рубежом Теперь положение изменилось Грандиозный промышленный подъем создал все условия для того, чтобы русские технические идеи воплощались на родине Одной из отраслей, где Россия вырвалась вперед, стало самолетостроение Двадцать восьмого июня 1914 года в Киеве царило оживление Огромная толпа собралась встречать самолет, который совершал беспрецедентный по тем временам перелет Из Санкт-Петербурга в Киев и обратно Он назывался Илья Муромец И это название оправдывал вполне Это был уникальный воздушный крейсер Оснащенный четырьмя двигателями, он превосходил все самолеты в мире по грузоподъемности и дальности полета Пилотировал Илью Муромца легендарный русский конструктор Игорь Сикорский Об этом человеке впервые заговорили 18 мая 1911 года Когда на своем самолете С-5 он установил четыре мировых рекорда По высоте, скорости, дальности и продолжительности полета Через год Сикорский начал строить самолеты на знаменитом русско-балтийском заводе Новые модели выходили одна за другой На них появилось штурвальное управление Ножные педали для руля поворота и множество других новшеств Самолеты Сикорского устанавливали рекорды Их покупали другие страны Сикорский открыл эру тяжелой авиации Он создал первый многомоторный самолет, получивший название «Русский Витязь» Его полетная масса составила 4200 килограммов С семью пассажирами на борту он установил мировой рекорд по продолжник-передвижник Владимир Маколя За пять лет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в 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 Казахстан